здравствуйте дорогие радиослушатели в эфире программа политинформания радиостанция народная волна чикаго самая популярная радиостанция на среднем западе сша ее ведущие эдуард прумер и геннадий прумер сегодня мы беседуем с российским журналистом кинокритиком а главным редактором журнала искусство кино антоном долин им антон добрый вечер добрый вечер антон спасибо что вы согласились с нами в позднее для вас время побеседовать огромное спасибо я тогда сразу задам вопрос чтобы не терять время а когда-то владимир мечт ленин сказал насчет кино что одно из самых важнейших искусств и они будут цитировать дальше все это знают я хочу немножко по-другому поставить вопрос является ли искусство кино как искусство одно из искусств самым скоро портящимся можно так сказать продуктом из всех искусств которые существуют я просто поясню допустим если мы берем музыку то баха гайдена там шопена слушали и будут слушать картины допустим передвижник передвижников или ренессанс это какой-то смотрели будут смотреть а вот фильмы допустим кулешова или аферы фильмы барнета или допустим андалузский пес бунюэля вряд ли кто-то будет смотреть кроме как специалисты или в школах может быть а эдик не прав эдуард как вы считаете послушать я не не вижу никаких принципиальных отличий кино других искусств то есть принципиальных отличий довольно много но уж точно они не качественные они не связаны с тем что кино там ниже глупее хуже других искусств она моложе это да есть такой момент вот но душ вы про шопена сказали шопена да наверное правы а куда делись те 10-20 композиторов существовавших в польше одновременно с шопеном вы нас можете называть их имена нет вы сможете этих мелодии а как быть с тем что рядом с группой битлс существовал например очень популярная группа зомби сколько песен группы зомби вы знаете я вот знаю две например я вообще не знаю ну вот а вы вообще не знаете вместе с тем ну да леонардо микельанджело арфаэль до передвижники вы кстати сколько фамилий передвижников может назвать 10 фамилий назовете могу назвать не тратить время но могу назвать когда-то очень увлекался этим так что смогу потом значит я вот 45 фамилий наверное назову не больше вот а есть не только передвижники а сколько вы знаете при рафаэлитов я вот троих вот если вообще не надо вам это самые топовые движения вы понимаете да что во всех остальных странах тоже были художники которых вы не знаете я не знаю никто не знает хотя в свое время они были довольно модными и очень всем нравились поэтому точно так же да наверное сейчас трудно вспомнить уже сюжет фильма трансформеры 2 но бергмана и тарковского люди смотрят на ура и сегодня и прекрасно это все работает конечно можно сказать что это не все люди а только некоторые люди но вы знаете я в не поверю если вы мне скажете что на выставку художника саламаткина замечательно кстати передвижника придут все люди я думаю что их будет довольно немного и скорее всего на тарковского все-таки придет больше поэтому не сомневаюсь в справедливости вашего тезиса спасибо а такой вопрос советский союз была кинематографическая держава с этим спорить вряд ли кто-то будет как вы оцениваете сегодня российское кино и является ли сегодня россия мощной кинематографической державой смотря чем вы измеряете мощь хорошего смотрите мощь хорошо я поясню эйзенштейн пудовкин значит можно назвать михаил ром ром пырьев достаточно я просто не всех называю но это были мировые фамилии мировые фамилии сегодня в мире знают сокурова звягинцева даже молодого кантемира балагова которого номинировали на оскар вы напрасно считаете что пудовкина когда он был молодым режиссером и снимал потом конечно его изучали в киношколах но что в тот момент их уважали сильно больше чем сокурова уважают сейчас или тарковского там 30 40 лет назад я думаю что как бы если говорить о больших художниках россия всегда их поставляла всему миру но не всегда последние 150 лет когда мы догнали как бы европейский прогресс если же говорить об индустрии то до такой степени до которой исчезла и огромная империя ссср исчезла советское имперское кино а то есть сегодня кино которое снимает россия смотрят в россии и немножечко на пространствах бывшего ссср немножечко а раньше была огромная империя ссср были страны соцблока и вот что-нибудь важное снимут в ссср и все эти страны и республики это смотрят это было полмира часто давным давно не полмира но если взять население россии посчитать сколько людей у нас живет они территорию людей если посчитать какое-то нас количество экранов какие деньги тратится каждый год на кино сколько фильмов каждый год снимается то мы поймем что сегодня мы не империя сегодня мы страна со своей кинокультурой которая может быть сравнена примерно с культурами италии современной германии современной японии современной японии может даже чуть побольше эта культура и на этом уровне не надо нас сравнивать с голливудом голливуд как раз сегодня снимает не американское кино голливуд снимает кино для всего мира всемирное а мы в россии снимаем для россии российское кино то наше российское кино ничуть не хуже немецкого ничуть не хуже итальянского и немножко получше испанского у нас больше режиссеров которые которых знает вся страна у нас больше режиссеров которых знает весь мир то есть например из испанских режиссеров сегодняшних во всем мире знает педро альмадовара вряд ли среднестатистический кинозритель из живущих испанских режиссеров назовет три-четыре фамилии а из россиян может назовет три-четыре вспомнит и звягинцев и сокурова и серебряникова это уже три фамилии например антон если допустим продолжение этой темы говорит да то а если мы вспоминаем 50-е годы то это всегда летят журавли я примерно называю и весна на заречной улице допустим шестьдесятые годы июльский дождь и застава ильича 70 фильмы резанова и данели там с легким паром осенним марафон ну 80 это сто процентов а и торковский уже коньяковский да да торковский и 80-е годы это маленькая вера и курьер если исходить вот из того что я говорю да если какой-то фильм или фильмы которые определяют вот последнее десятилетие россии в россии вот последние десятилетия этого века несомненно конечно но прежде всего фильмы звягинцева левиафан или не любовь это фильм они уже в пословице вошли и они безусловно определяют то что происходит в россии то как видят россию и снаружи изнутри и они очень важны и влиятельны для того что нас происходит а если брать коммерческое кино то не в меньше не в меньшей степени а может и в большей чем каким-то эпопеи там озеро в советское время фильм того же самого бондарчука сталинград да это коммерческое кино безусловно маркировал российскую современность или прошлогодний фильм т-34 я небольшой его поклонник это танковая такая эпопея приключенческая но она например в той же самой японии идет на ура там все ее смотрят и она огромный успех имеет вот или например российская анимация да вот мы все вспоминаем с ностальгии там великого советского маугли или винни пуха они замечательны но сегодня весь мир смотрят смешариков и машу и медведя я помню в риме вышел на вокзал а там во всех киосках реклама маша и медведя я говорю что итальянцы это смотрят говорят все итальянцы обожают этот мультфильм так что в общем то сегодня другие просто имена и название но они конечно есть а еще такой в продолжении предыдущего вопроса мы знаем по истории кино советского кино что были периоды то есть сталинское кино кино оттепели кино шестидесят ников кино застоя а потом кино перестройки какое оно сегодня кино я не хочу говорить кино путинское например да как бы вы обрисовали какое оно сегодня кино вот в историческом плане как бы вы ну а действительно это кино пути низкой эры ничего тут может быть нет приятного или хорошего в том как это звучит но что делать если два десятилетия именно этот человек правит государством и при нем все эти фильмы рождаются иногда вопреки его политики иногда поддерживая эту политику я думаю что именно правление путина и его политика привели к появлению такой субкультуры как патриотический блокбастер то есть кино как бы жанровые рассчитаны на массовое потребление но заряженная некой идеологической основой мне кажется я даже целую книжку об этом но не то что написала составила своих текстов что ностальгия по ссср последние 20 лет достигла пика кино но не только конечно в кино в частности фильмов из советской истории снимается колоссальное количество я вот сегодня утром вернулся с пресс-показа нового блокбастера первые фильмы которые все рассчитывают как на фильм который соберет всю публику в кинотеатрах буквально он выходит на этой неделе это фильм под названием стрельцов про эдуарда стрельцова вот пожалуйста но эти фильмы выходят каждый месяц причем это и авторское кино и большое коммерческое кино новая российская посвящена ссср это вот эта ностальгия это конечно характеристика нашего времени патриотический блокбастер ностальгия авторское кино очень сильное существует я назвал уже несколько имен по-настоящему важных вот но можно назвать их гораздо больше есть и герман младший например но не говоря о том что меньше десяти лет назад вышел трудно быть богом последний фильм германа старшего безусловно выдающийся и отметивший нашу эпоху есть алексей федорченко или василий сигарев это авторы из екатеринбурга есть огромный феномен якутского кино только что якутский фильм пугало получил главный приз кинотавра главного нашего национального кинофестиваля и это тоже явление последних 10-15 лет этого раньше не было что в регионах где есть своя религия своя культура свой язык своя мифология люди стали снимать свое собственное региональное кино совершенно не похоже на кино из москвы и петербурга такого никогда не было в советское время то есть были специально спущенные сверху кинематографии республик вот но цвет совершенно другой чем этот кинематограф окраин самостоятельный независище ни от какого центра снимающийся даже не на государственные деньги это тоже новейшее явление огромный подъем документалистики я в этом не очень хорошо разбираюсь не моя сфера и стихия но просто я вижу каждый год проходит арт-дог-феста и москве петербурге переполненные залы люди смотрят альтернативное кино которые показывают реальность нашу потому что еще одна характеристика современного российского кино и коммерческого и авторского она как правило совершенно искописка то она говорит о советском прошлом то фантастическом будущем то каких-то других странах но современную россии очень мало кто решается вообще показать на экране потому что либо это будет так что цензура не пропустит либо это будет слишком фальшиво и лживо и публика этим не заинтересуется даже узкая публика и эту проблему кинематографисты решают просто отворачиваясь от действительности так вот а документалисты наоборот не поворачиваются лицом и поэтому их творчество все более востребовано и это тоже тенденция последних 20 лет тоже мне кажется очень интересно я могу очень очень долго еще говорить перечислять я назвал просто основные какие-то направления вот этого современного кино кино россии 21 века если мы не хотим называть его кино пути низкой эпохи антон если значит если смотреть на эти есть такое выражение большое видится на расстоянии на ваш взгляд существует ли на сегодняшний день кризис мирового кино и я имею ввиду в первую очередь кино голливуда американское кино я не заметил кризиса чем в чем может собственно кризис выражаться мне кажется есть случае разговора голливуде два аспекта первый аспект коммерческий да люди перестают ходить в кино она перестает их интересовать вот вам и кризис потому что голливуд это прежде всего фабрика по зарабатыванию денег вы же наверное это понимаете да прежде всего существует для зарабатывания денег так вот голливуд зарабатывает очень много денег конечно мы надо из этого уравнения вычесть 2020 год из-за пандемии колоссальные потери но они во всех сферах кинематограф здесь не эксклюзивен он не отличается от остальных вот но коммерчески у голливуда все хорошо более того появление стримингов netflix и того же самого или амазона и связано с этим бум сериалов это же тоже часть голливудской индустрии вы понимаете там те же самые акторы режиссеры сценариста работают плюс новые появляются вот они только расширили зону воздействия голливуда на мир и на умы и на сознание людей если говорить о творческой составляющей это важно вот это очень важно ну на вкус и цвет товарищей нет но честно вот сегодня в голливуде работают такие большие художники по-прежнему как там тот же спилберг или скорсезе или более молодые такие как братья коины пол томас андерсон или тарантино все это дело вкуса я не понимаю чем тарантино принципиально хуже чем там брайан де пальма по моему только лучше чем братья коины уступают стэнли кубрику по моему это примерно стабильный уровень великолепного искусства год на год не приходится годы бывают разные но вот был прошлый год когда были замечательные на мой взгляд маленькие женщины греты гервик в экранизации американской классики но совершенно с новых позиций тончайшая брачная история но а баумбаха фактически уровень бергмановских сцен из супружеской жизни совершенно ну очень-очень на всех повлиявший всем понравился мне лично мне нравится кролик джоджо но это яркий фильм мне не нравится великолепный однажды в голливуде квентина тарантино воздающий должное старому голливуду его классическим традициям в то же время спорящие с этими традициями до форт против феррари с кристином бэйлом и мэттом дэймоном шикарная картина она могла бы родиться в семидесятые но ее сделали сейчас о жизни вот этих вот самых семидесятых она совершенно аутентична очень яркая монументальнейший ирландец мартина скорсезе который по моему ничем не слабее чем его же славные парни сняты за 20 лет до того и сильнее чем его например банда нью-йорка сделано сколько там 10-15 лет назад то есть это только прошлый год это только прошлый год при этом голливуд допускают теперь и чужаков и впервые в истории корейцы с блистательным фильмом паразиты получают все основные оскары то есть голливуд показывает открытость которой в нем не было никогда и теперь корейский режиссер с фильмом на корейском языке вовсе не вынуждены переходить на английский и пользоваться голливудской системой жанров оказывается королем этого самого голливуда но не прекрасно ли это лично я был ужасно рад мне кажется это совершенно новая тенденция абсолютно нетипичной для голливуда поэтому лично я вот как зритель как критик никаких черт упадка не вижу обычно это все возрастные синдромы когда люди начинают говорить о том что трава раньше была сильнее музыка звучала интересные книги писались классные а сейчас ничего невозможно читать да и приходится еще очки на нос надевать от этого еще противнее вот это очень бывает даже если читать древнеримских авторов мы видим как они угнетены качеством древнеримской культуры не то что при греках и как грекам не нравится что при коме при гомере было здорово и при исхиле исхил такой был классный еврипид это уже упадок и распад вообще никуда не годится при исхиле классно еврипид плохой вот это обычное совершенно явление плач по былым временам обычно она никак не связана с качеством культуры которая продолжает развиваться расти предлагать нам что-то новое антон хотел бы еще раз вернуться немножко в прошлое чуть-чуть откатиться во времена сталина были популярны фильмы портретные до делали о мичурине фильмы о попове значит в 50-х годах это было кино о маленьком человеке 60-е как известно это молодежь это будущее 70-е были популярны военные фильмы где отдавалась дань уважения ветеранам ну а перестроечные фильмы известно там уже искали какие-то неповадки в обществе о чем надо или скорее бы о ком бы сегодня если у вас просили надо снять фильм чтобы показать сегодняшнее время хотя бы как бы портрет личность либо какое-то действие о чем бы вот если бы у вас просили вы бы может быть вы сами сняли бы кино но я открыть их у меня нет таких амбиций я совершенно не хотела снимать никакой кино никогда мне это не было интересно вот мне кажется что нам очень не хватает фильмов о героях наших дней у наших современников вот обычный человек не знаю клерк который ходит в какой-нибудь офис какой большой компании там скучает за компьютером вечером он с женой идет на какой-нибудь артхаузный фильм на нем зевает а потом наступает выходные и там митинг в городе он знает что митинг не санкционированный а там омоновцы избивают людей и он вот думает пойти или не пойти ведь его друзья туда пошли а если с работы выгонят но может и не выгонит он собирается идет или например не идет вот вам сюжет для фильма но омоновец тоже интересен вот эти люди росгвардейцы которые бьют всех дубинками проследить генезис этого человека откуда он взялся где он родился где он вырос он мучается от того что он бьет кого-то дубинкой или ему в кайф он именно всегда об этом мечтал как он потом приходит домой после того какого-то избил и притащил в участок или судья который выносит заведомо неправомочный приговор она следит за судебным процессом а приговор уже написан есть или она готова оправдать человека и тут или он и тут получает звонок из центра этому дать 12 лет без права переписки вот интереснейший сюжет я бы с ним такой фильм посмотрел или не знаю ректор крупного института которому вдруг приходит какой-то антинаучную дома надо преподавать закон божий или в школьный учитель очень интересно было бы снять об этом есть огромное количество тем в окружающем нас мире про который никакие фильмы никто не снимает или жизнь пенсионера пенсионер не знаю он скучает по сталину например пытается достучаться что поставили памятник сталина у него в его дворе и он даже сам сделал макет за свои деньги и вот ему долго отказывают а потом он убивает это право и ставит этот памятник сталину и кто-то проходит и плюет ему в лицо и он в своих лучших чувствах чудовищно оскорбленно плачет у этого памятника который ничего более родного для него нет фантазирую на ходу я представляю себе сюжет из сегодняшней жизни россии знаете как у нас в россии памятников сталина все больше и больше это было бы ужасно интересно снять такую историю и увидеть такую историю но никто за это не берется потому что это слишком рискованно потому что слишком сложно потому что на это могут не дать финансирование и тысячи других причин антон вот я хочу с вами поспорить и потом скажу своим друзьям что я спорил самим антоном долин и потому что вы для очень многих являетесь авторитетом в плане кинокритики и знания кино вы сейчас упомянули фильм кролик джорджо что он вам не понравился вместе с а вам понравился ирландец а мартина скорсези вот я в полном восторге от фильма кролик джорджо просто в полном восторге и в том числе от ирландцы я не получил я увидел все того же скорсези который который я видел много раз почему вам не понравился именно кролик джорджо чем он вас не зацепил или это я смотрел в кинотеатре в лондоне и отчаянно скучал нем крался ложным фальшивым невероятно слащавым мимимишном это слащавости красивости на тему холокоста мне кажется довольно я бы сказал примитивными и вульгарными также мне кажется что снимать 2019 году фильм доказывающий всем что гитлер очень плохой и что все вот как этот главный герой мальчик для себя откроет тот факт что гитлер ужасный это ну представьте себе давайте в христианскую область это передвинем снимаем фильм про какого-нибудь мальчика который живет в средние века ему очень нравится дьявол он с время его рисует с рожками и разговаривает с воображаемым дьяволом потом к нему приходит ангелы и говорят ну что же ты джо джо ведь сатана он очень плохой он хочет всем зла и в конце он говорит прощай сатана и выбрасывает его в окно мы сказать что это религиозная пропаганда показали на это пальцем сказали ну и чушь а поскольку здесь нажимают на наши всякие чувствительные педали холокоста мам мальчик теряет маму первая любовь то мы принимаем все это за чистую монету из это съедаем я это съесть не смог никого удовольствия от фильма не получил ни разу не улыбнулся мне показалось что он очень неудачный хотя режиссер тайка войтите в роли гитлера мне как раз понравился он там очень смешно но это единственно что мне там понравилось такой перед рекламой короткий вопрос и ответ выражаясь библейским штилем что первично власть или искусство но это для кого как для большинства людей в мире наверное власть для меня конечно искусство но тут каждый отвечает на этот вопрос для себя сам антон мы сейчас уходим на рекламную паузу пожалуйста не отключайтесь и мы вернемся через пару минут спасибо спасибо а мы возвращаемся в программу политинформания радиостанция народная волна чикаго ведущий эдуард брумер и геннадий брумер сегодня мы беседуем с российским журналистом кинокритиком главным редактором журнала искусство кино антоном дурин антон да еще раз здравствуйте антон такой сразу вопрос он достаточно будет сложный вы если хотите можете ответить если нету желания значит вы не отвечаете а есть такой кинорежистер очень очень хороший режиссер карен шахназаров как объяснить вы могли бы его вот такой кульбит я за ним давно наблюдаю во всем случае последних четыре года как за общественным деятелем и для себя вот так вот не могу понять как такое могло произойти с очень талантливым умным и интересным режиссером я поясню что я имею ввиду во времена советского союза он снимал очень хорошие мюзиклы на них мы выросли во времена перестройки у него появились очень хорошие фильме курьер и город зеро плюс царе убийца как мне кажется очень очень хороший фильм во времена ельцина это были хорошие достаточно неплохие фильмы ну и путинское время как вы вообще относитесь к нему к его позиции гражданской и водки его политическим взглядом его политическим взглядом я как правило не согласен но для меня карен на кинематографист и конечно за его фильмы но прежде всего его ранние фильмы я его очень уважаю многие из них люблю а в последнее время я ничего кроме признательности ему смысле работы не испытываю потому что мы работаем вместе с мосфильмом по показу старых фильмов журналом искусство кино журнал которые возглавляю мы показываем реставрации фильмов тарковского а с того же самого соловьёва мы показывали реставрацию калины красный и сейчас вскоре мы будем показывать реставрацию собственно говоря фильма курьер может быть лучшего фильма шахназарова также мы показывали войну и мир бондарчука на большом экране все это восхождение лариса шипить к это выдающиеся картины и мосфильм занимается работой по цифровизации реставрации изображения звука в этих фильмах и ну вот например мне кажется это замечательная деятельность я понимаю что гораздо проще обсуждать или осуждать то что карен на участвует в каких-то там ток-шоу и говорит какие-то вещи которые нам не нравятся но меня немало интересно если бы он занимал бы может какую-нибудь позицию не знаю в государственной думе например принимал каким-то решения голосовал бы там с каким бесчеловечные законы может было бы это обсудить а так это его частное мнение деятеля культуры он может высказывать и можно совпадать или нет мне гораздо интереснее его профессиональная деятельность антон вот сейчас в беларуси происходят исторические события довольно печальные довольно такие как бы сказать не то чтобы грустные но заставляет задуматься о власти и о народе светлана алексеевич лауреат нобелевской премии выступила с очень резкой критикой с обращением к российской интеллигенции с тем что российская интеллигенция в принципе молчит и не выступает в поддержку протестующих как вы относитесь вот к ее позиции к тому что действительно я не видел честно говоря кроме алия хиджаковой анатолия белого июля аук других а представителей которые бы выразили свою позицию потому что происходит в беларуси а какие именно позиции какое высказывание позиции в какой форме вас интересовал а то что я вам скажу я поясню а то что а проявила полиция и омон проявили запредельную жестокость по отношению к они об этом это понятно какого рода действий от русской интеллигенции вы бы ждали вот след за алексеевич я вам скажу осуждение в каком-то смысле наверно написать фейсбуке достаточно или что-то другое ехать на баррикады о чем идет речь нет баррикады ехать не надо но в принципе я даже на фейсбуке особо не видел или видео какого-то кроме анатолия белого который прочитал замечательное стихотворение июля аук я других не видел сообщений о том что просто невнимать может быть потому я например пишу о белорусских событиях еще до выборов вот этих позорных которые были и я поддерживаю белорусов на каждом ну каждом случае когда у меня возникает такая возможность буквально вчера независимый белорусский фильм в поддержку этого всего мы показывали обсуждали в москве у нас был телемост с авторами этого фильма и с московскими зрителями мы говорили о тех событиях которые происходят беларуси искусство кино только что издала двухтомник впервые на русском языке и даже в беларуси никогда его пьесы не печатались лучшего белорусского альтернативного драматурга павла прыжко именно в знак солидарности с белорусами мы выпускаем лучший фильм о белорусском партизанском сопротивлении восхождение на экраны вот на этой вот неделе он выйдет буквально вот ну и фейсбуке это конечно ерунда может быть но у меня там все-таки больше 100 тысяч подписчиков я постоянно пишу о беларуси и просто не замолкаю я уж не говорю о массовых письмах публичных их как минимум было два и там сотни подписи и моя в том числе российской интеллигенции так-то я конечно солидарен с светлана алексеевич и понимаю ее беспокойство и я что вот эти вот слова там фейсбуке наверное не очень сильно помогают людям которых молот дубинками омон но та форма солидарности которая возможно для российских интеллектуалов мне кажется она присутствует публичном поле довольно заметно такой вопрос еще что вообще происходит на если вы следите я знаю последнее сообщение были очень важны в том что антон долин ушел от ивана орган то а не могли бы вы описать вообще российское телевидение вот эти вот пропагандистские шоу и кто сейчас побеждает холодильник или телевидение я не могу ничего вам описать потому что у меня нет дома телевизора я не смотрю его уже несколько лет вообще никакие программы включая программу вечерний орган в которой я до недавнего времени принимал участие а вы могли бы составить небольшой портрет ивана орган то как бы за кулисами потому что то что мы видим это вот веселый человек на веселый энергичный остроумный человек а вот какой иван андреевич за за кулисами ну я с ними так много общался честно говоря в основном наша работа все эти восемь лет проходила так я заранее сообщаю про какие фильмы буду рассказывать фильм выходит на этой неделе после этого я приезжаю в студию меня за три минуты примерно слегка припудривает гример я выхожу в студию там сидит иван это уже эфир он спрашивает меня чего я принес и говорю вот такой фильм и такой фильм рассказываю мы немножко говорим это все импровизация потом я ухожу сажусь такси еду домой вот поэтому я понимаю что воображению рисуются долгие мучительные застолья обсуждения русского и еврейского вопроса за общим столом разговора о политике или мировой культуре но ничего этого у нас не было ну то есть немножко было но чуть-чуть ваня урган мне кажется очень тонкий умный человек безусловно очень талантливый он сделал наверное лучшую программу на сегодняшнем российском телевидении говорю скорее по чужим словам чем по своим впечатлениям потому что повторяю телевидение не смотрю вот и он вообще молодец совершенно не работая на федеральном телевидении не человек компромисса он никаких подлостей в жизни ни разу не совершал хотя вроде бы его положение как бы к этому располагает поэтому мне было очень приятно с ним все эти годы работать но наверное вот такой скучный ответ вам дам но не исключено это приятно было услышать антон а мы знаем что вы довольно много читаете книг а в одном интервью вы даже сказали что по две по три книги у вас лежат как бы нижний чел да нижний чел до передачи а чтобы вы могли порекомендовать есть какие-то интересные книги чтобы вы могли порекомендовать нашим радиослушали тем на чем можно было свой глаз положить застрить на какой на каком авторе если говорить о российских авторах то меня традиционно впечатлил новый роман пелевина я знаю что многим он уже надоело него не читают но тиражи говорят о том что большинство все читает по моему это очень удачная книга очень своевременно и такая успокаивающая терапевтическая что ли в каком смысле вот так же рекомендую книжку которую издали мы с искусством кино двухтомник пьес павла прыжкой действительно совершенно выдающийся автор ни на кого не похожи очень оригинальный классный если наши слушатели и зрители читают и по английски то есть книжка которая сам еще не прочитал но вот купил и ужасно рад этому это первый роман дебютный чарли кауфмана это выдающийся американский сценарист автор сценария таких фильмов как вечное сияние чистого разума быть джоном малковичем и многих других и режиссер чудеснейшего фильма аномализа анимационного которые очень люблю он написал свой первый роман и это роман из жизни представьте себе кинокритика он называется анткинт то есть типа and kind типа как man kind это не человечество такое муравьечество там муравьи присутствует вообще ты роман насколько знаю из жизни кинокритика который увидел некий шедевральный фильм а потом он фильм этот и пропал а он единственный человек в мире который он увидел ему надо его воссоздать это огромный 700 страничный фолиант я вот предвкушаю прям момент когда мне удастся с ним встретиться и подробно его дочитать до конца антон только ли деньги сегодня решают вопрос качество кино камни ткани деньги об стал вообще не решает этот вопрос вообще никак они никогда не решали а сейчас и подавно не решают когда есть у всех в кармане айфона или другие смартфоны на которые можно взять и снять фильме стоит хочешь поэтому нет деньги они конечно важны фильмы некоторых жанров без денег вообще не делаются но если существовать в свободном режиме творческом вне жанровом деньги совершенно не важны а важны только интересные замыслы антонов давайте представим немножко до что вы являетесь продюсером и проводите кастинг фильме присутствует такой герой как владимир путин кого бы из российских актеров вы могли бы рекомендовать на эту роль я не имею ввиду именно четко внешние данные имею ввиду именно вот харизма я не знаю я с трудом за эти 20 лет у улавливаю харизму путина в чем она вообще состоит для меня честно говоря большая загадка ими вот наверное надо было поручить безрукова сыграть он такой артист безликий может всех играть может быть маску можно было для него устроить путина я бы такой посмотрел я хотел бы вот так мы перешли к личностям до кого бы вы как главный редактор журнала назвали бы лучшими актерами советского периода вот троих и мы лучше 5 или 5 и кинорежистеров советского периода ского поясню сразу свой вопрос чтобы как бы вы увидели то что я думаю для меня лично есть три актеры которых я боготворю они не народные артисты не один это дворжецкий владислав дворжецкий анатолий солоницын и олег даль вот они абсолютно не были оценены как мне кажется званиями наградами но для меня это просто удивительный как как для вас вот кого бы вы назвали бы это все-таки интересно ну звание награды точно не являются показателем вообще ничего солоницын конечно совершенно волшебный был артист удивительный с очень странных качеств но я бы назвал и честно говоря кайдановского тоже пусть у него была одна по-настоящему великая роль в сталкере зато какая вот если мы уже играем в это говорим об артистах мужчинах то ну конечно олег иван чьянковский для меня фигура гигантская конечно смоктуновский потрясающий артист и поскольку я не назвал комических артистов хотя смоктуновский очень смешной вы берегись автомобиля то наверное я бы назвал юрия никулина который для меня совершенно не клоуна он после 20 дней без войны германа просто величайший артист но и роль которую он создал вот этого семена семена горбункова в бриллиантовой руке по моему это абсолютный шедевр кристальный бриллиантовые незабвенные великое достижение но и режиссерская тоже кстати говоря в пятерку режиссеров я бы гайдая тоже включил не все фильмы его фильмы равно хороши но бриллиантовая рука иван васильевич меняет профессию кавказская пленница это конечно ну абсолютно гениально и это кино которое может сравниться по уровню художественного полета с тем же самым тарковским тарковский тоже для меня важнейшая фигура разумеется мой может быть самый любимый режиссер советского периода самый для меня важный это алексей герман старший и конечно кира муратова которые я поклоняюсь и и фильмы сняты в постсоветский период до советской все ее фильмы мне кажется ослепительно прекрасными вот пятую фамилию надо назвать даже не знаю могу банально сказать эйзенштейн он прекрасен я люблю все его кино можно назвать например режиссера медведкина он менее известен но его некоторые картины в особенности фильм счастье это действительно счастье и не самый он раскрученный из всех режиссеров нашего раннего кино но один из самых оригинальных если говорить о тарковском наверное он один из самых гениальных режиссеров и это как говорится даже не это бесспорно это аксиома да я всегда удивлялся одной простой вещи в принципе а ему давали возможность более-менее работать над его проектами мой кстати сам любимый фильм андрей рублев его фильм почему все-таки уехал почему ему так было важно уехать из страны как вы думаете очень простой посмотрите сколько фильмов снял бергман за свою жизнь да там их 40 или 50 но человек такого же талант как тарковский свои сколько тарковский снял фильмов 7 знаете сколько у него неосуществленных проектов почитайте его дневники это просто платишь кровавыми слезами да ему давали работать над многим а над многим ему не давали работать и поскольку советском союзе все было в руках власти госке но дать разрешение на постановку и бюджет на нее или нет утвердить такого-то актера или нет дать возможность проката или не дать отправить на фестиваль или не отправить тарковский большой художник конечно был предельно этим всем унижен и когда у него появилась возможность уехать он уехал насколько сегодня фестивали важны для режиссеров или это просто медаль награда и признание в смысле продвижения своего искусства но пера продвижение то есть самое важное значит зачем фестивале нужны вот как раз по щекотать самолюбие но это кому-то важно кому-то нет люди разные вы сказали про режиссеров но режиссер который участвует в фестивалях это люди из авторского кино может понимать чем авторское кино отличается от индустриального продюсерского кино продюсерском кино неважно кто режиссер главный кто продюсер сколько бюджет и кто в главной роли что за жанр правильно и поэтому фестивали этим таким модульным коммерческим кино создаваем для заработки зарабатывания денег не особо интересуются фестивали это для тех кто делает кино уникальное который может сделать только этот конкретный автор поэтому на фестивале награждает режиссеров это прежде всего состязание режиссеров и для режиссера который делает необычное кино главный ключевой вопрос кто это кино будет смотреть и как сделать чтобы люди его смотрели и победа на фестивале это великолепный способ привлечь интерес разбудить азарт зрителей чтобы им захотелось фильм посмотреть разумеется чем крупнее значимый фестиваль тем больше степени его золотая медаль золотой приз могут помочь картине и раскрутки но вот я вернулся сейчас буквально до полчаса назад час назад с показа фильма пугало это якутский фильм сято за полтора миллиона рублей в общем-то копейки этот якутский фильм смотрели бы только в якутии если бы его не отобрали в конкурс фестивале кинотавра если бы он там не победил якутия снимает интересный фильм больше 10 лет уже но впервые я увидел на якутском фильме сегодня вечером на показе в москве переполненный зал и даже пришлось 2 сеансом открывать и второй зал тоже был продан полностью потому что всем интересно посмотреть на этот странный фильм победивший на кинотавре если вы просто привезли якутский фильм без не без единого известного актера сейчас за полтора миллиона рублей и он не был бы победителем кинотавра я вас уверяю в том же самом зале на том же самом фильме сидел бы пять человек вот вам и значимость фестиваля конечно она огромна говоря о премиях на ваш взгляд утрачивает ли премия оскар свою значимость для кинематографистов и вот эти последние события то что академия озвучила а те нормы которые должны довольно смешные нормы на наш взгляд присутствовать в кино для того чтобы а фильма мог номинироваться на эту прям как вы к этому относитесь ну и отношусь он спокойно нормы очень мягкие люди просто их невнимательно читают большому счету если вы организуете стажировку для людей из какой-то угнетаемой группы ну не знаю там для студентов азиатов допустим просто на съемках стажировку для большой студии это очень просто и если у вас в одной из главных ролей будет женщина вот вы уже и в оскаровской обойме этого достаточно то есть там очень много вариативных разных условий некоторые из которых вообще не касается содержание фильма вообще никак совсем или например у вас в съемочной группе есть три человека которые не являются белыми американцами а являются черными или азиатами или иностранцами да так в любом случае почти в каждом фильме и есть вы видели состав съемочной группы любого голливудского фильма там сотни имен вот насколько я знаю может быть такое что там фильме не знаю принимал участие 10 женщин там гримеры художники по костюмам и вот этот фильм уже проходит в оскаровскую номинацию понимаете да поэтому уж точно из-за этих невнимательно всеми русскочитающими людьми прочитанным правил правил престиж премии никуда не денется не упадет и не изменится вот мне кажется что оскар по-прежнему самая желанная премия кинематографического мира все время все говорят о ее упадке но на самом деле индикатор упадка будет один если появится другая премия которую кинематографисты захотят получить больше чем оскар вы можете назвать такую премию нет пока не пока нет пока такой нету пока ее нету ответ на вопрос очевиден оскар остается главной премией если престиж и падает то одновременно с престижем всех вообще премий но люди все равно они неравнодушны к премиям правда все хотят премии так или иначе может они хотят чуть меньше чем хотели 50 лет назад а может и нет потому что как это хотение измерить тоже непонятно да 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 когда бунюэлю присудили оскар его единственный он его даже брать не хотел искал что ему совершенно не интересно и шутил что он получил его за взятку чем произвел огромный скандал а марлон бранда просто не явился на церемонии оскар за своим оскаром всегда были времена когда для кого-то эти при статуэтки вообще ничего не значили вообще ничего и были времена когда были люди для которых это все значило я думаю сегодняшние времена не очень сильно отличаются от тех каким вы видите будущее российского кино каким оно должно быть и ну и вообще если будущее у российского кино если предположить что апокалипсис не случится то будущее будет неизбежно я надеюсь что оно будет светлым но каким оно будет будет зависеть как всегда того что происходит в мире вот случился ковид и все изменилось вот путин уйдет с поста президента у нас будут снимать другое кино не будет никакой самоцензуры через какое-то время или наоборот он будет править еще 50 лет и за это время кино у нас будут снимать только на господдержку она будет совершенно маразматическим никому не интересным жизнь кино полностью зависит от жизни социума от того что происходит в нем поэтому надо просто подождать посмотреть какой мир нас встретят завтра таким же будет и кинематограф антон а в то время когда в россии есть мода на религию вы являетесь атеистом почему вы являетесь атеистом вопроса почти такой смысл как вопрос почему вы верите в бога на национальная вещь вера что такое религия ты веришь бога вот у тебя внутри есть уверенность том что хотя ты не знаешь что там наверху кто-то есть что наверху кто-то есть а у меня нету этой веры и уверенность я уверен что там никого нету никаких свидетельств обратному вы достаточно для меня убедительных у меня в жизни не было вот и все но не веришь и не веришь это как любовь она есть или нет можно спросить почему ты любишь эту женщину а ту не любишь ну вот просто потому потому что это нравится а то не нравится это иррационально можно пытаться анализировать форму носа или разрез глаз или длину волос или цвет этих волос а можно не анализировать просто констатировать этот факт с ним смириться я просто не зря задал этот вопрос потому что большинство тех кто ходит в церковь да это бывшие комсомольцы коммунисты например я бы мне тоже трудно к вере подойти я стараюсь к этому подойти но бывшая значит прошлое комсомольская пионерская она мне как бы мешает но я имею ввиду именно политики и российские сегодня они как бы как по заданию ходят все в это и в этом я не виду не вижу честности поэтому я задал этот вопрос возможно они вымаливают себе прощение на небесах я не знаю ну то есть это это вопрос совести это глубокие вопросы надо людям задавать его напрямую что именно их влечет церковь или не задавать у меня к ним никаких вопросов нету а если будут то это будет один из последних есть вещи гораздо более насущные о которых можно было бы спросить наших политиков антон последний вопрос чарли чаплин или юрий никулин чаплин конечно никулин великий артист но чаплин же еще и великий режиссер и каким-то невероятным образом еще и композитор потрясающий чаплин это на один из краеугольных камней и кинематографа и для меня новые времена один из самых главных вообще фильмов в истории какой бы не составлял список лучших фильмов субъективные там обязательно будут новые времена поэтому чаплин это чаплин антон большое вам спасибо за это интервью за то что вы нам уделили внимание а желаем вам здоровья оптимизма и чтобы все и у вас и у вашей семьи и большой привет вашей маме и всего вам самого лучшего большое вам за все спасибо надеемся еще на встречу пока спасибо до свидания